Несколько сотен, а точнее по тысячу грузовых автомобилей с продуктами скопились сегодня на российско-украинской границе в районе Крыма. Экстремисты из запрещенной в нашей стране организации «Правый сектор», а с ними профессиональные провокаторы, пытаются объявить продуктовую блокаду полуострова. Они перекрыли все дороги и не пропускают идущие в Россию украинские большегрузы. Напряжение растёт, дальнобойщики угрожают устроить националистам мордобой. Ну, официальная цель этой псевдоблокады — добиться от Москвы освобождения арестованных украинских граждан, а реальная — перехватить контрабандные потоки. Предприниматели, согласные заплатить, всё-таки получают возможность пересечь границу. Репортаж Ольги Армяковой. Можете стоять день, тиждень, месяц. Туда вы не поедете. Так называемая продуктовая блокада в действии. Все дороги, ведущие в Крым из Херсонской области, перекрыты. Движение грузовых машин с продуктами со стороны Украины полностью остановлено. Дорогие мои, есть Житомир, есть Одесса, есть другие места. У вас товар нормальный, там, где картофель, где лук, где другие. Повертайте и езжайте на эти рынки. Всё. А я живу в Юпатуре. Всё. Живете в Юпатуре? Будь ласка, дорога открыта, без машины. С украинской стороны границы боевики правого сектора ведут себя по-хозяйски, фактически взяв пропускные пункты под свой контроль. Радикалы не пускают большие грузы. Установили заграждения, бетонные блоки и металлические шипы. Разворачивают фуры по пути следования в Херсонской области. Проехать машины не могут. И в итоге останавливаются где-то в поле. На украинской границе в общей сложности скопилось почти 800 автомобилей. Я ничего не вожу. Я езжу на своей машине. Это личный тройный бар. Ты знаешь, кому ля-ля говорит? Слышь, ля-ля. Я отдыхал в Ялке. Да вы что? Вопросы не езжу. Приехал. Я сказал, приехал. Командир батальона правого сектора. Вопросы. Националистами руководят Джамилёв и Чубаров. Лидеры никем не признаны и никого не представляющие организации МИДЖИЛИС. В прошлом депутаты Верховной Рады контролировали теневой бизнес в самом Крыму. Теперь же ищут новые источники заработка. Например, доступ к южным границам Херсонской области. Вся эта блокада попросту передел сферу влияния. Правый сектор прибыл сюда по просьбе крымских татар. Мы хотели поддержать их в этой акции. Единственное, согласно приказу командования, прибыли сюда все без оружия. В избежание эксцессов, как Мукачева. Фуры уже сутки стоят под палящим солнцем. Везут в основном скоропортящиеся продукты. Кто будет платить за задержку доставки и за испорченный товар, неизвестно. За две недели раз съездил. А так без работы. Вот что-то хоть заработал, хоть есть в семье что-то будет. При этом российские контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. Грузовые автомобили оформляют и беспрепятственно отправляют на Украину. Вроде бы мы спрашиваем, едут наши коллеги с той стороны. Мы спрашиваем, говорят, что Россия кричит, давайте мы пускаем. Вроде бы как. Их не это можно. Такая странная блокада Крыма со стороны Украины самому полуострову никак не повредит. Большую часть продовольствия в республику везут с материка. Керченская переправа работает как часы. Соединяет два берега каждые полчаса. Керченская переправа сегодня справляется с любыми объемами заявленными. Сегодня в сутки переправляется около 400 фур. Мы легко увеличим вдвое это количество без всяких проблем, без напряжения. То есть покроем практически всю потребность республики и в продовольствии, и в строительных материалах. Никакого дефицита, а именно этого, видимо, и добивались организаторы, здесь не будет. На полках магазинов в основном российские продукты. Фрукты и овощи на рынках крымские. Товаров из незалежной не больше 5%. Все овощи в нашем магазине, наши крымские. Огурцы, помидоры, Крым, Теплица. Также есть картошка, морковка, лук. Все это наше местное. Недостачи в овощах нету, отчего не хватит, если Россия нам привезет. Украина, по сути, наказывает сама себя. И прежде всего сельхозпроизводители Херсонской, Николаевской, Запорожской областей, которые теряют перспективный рынок сбыта на полуострове. Европа, украинские фрукты и овощи есть, а уж тем более покупать не будет. За сутки Украина, которая и так уже на крючке у кредиторов, теряет почти 2 миллиона долларов. Продуктовая блокада Крыма с прицелом на голод в незалежной. Официальный Киев ситуацию на границе с Крымом пока никак не комментирует. Украинские власти предпочитают отмалчиваться, тем самым снимая с себя ответственность. Хотя очевидно, что такая масштабная акция без их негласного одобрения была бы невозможна. Ольга Армякова, Антон Березин, Кирилл Стельмах и Александр Сафонов. Вести, Джанкой, Российско-Украинская граница.